добрый вечер снова всем мы сегодня наша недельная глава китово и мы всегда будем разбирать не всю недельную главу определенную ее часть правда скажем так одна из такой центральных и мощных занимается много места в нашей недельной главе это естественно вся весь рассказ про благословение проклятья то есть вот это вот союз который когда совещает всевышний что когда перейдут яордан когда войдут землю израиля то будут станут на горе грязима на горе ивальд гора благословение и проклятие там будут говорить эти полосы не проклятие и после этого идет целая список скажем так в благословении и к сожалению и проклятие тортом длиннющий список проклятья называется порошата тухиха то есть тоже часть нашей недельной головы и мы сейчас увидим как это все вместе с собой работает это наши будут сегодняшние темы кстати иногда когда люди говорят как бог мог допустить то что произошло вы когда-нибудь главу китово открывали почитайте что может с нами быть если мы себя плохо вести там ну лучше не видеть и не знать окей так вот что у нас в голове видит наша глава описана очень интересную вещь она описывает дарование или благословение и проклятие на горе грязим на которой права благословение играет иваль на которой проклять перед тем чтобы это произошло сделать мужа рабей ну то есть сказано мужа рабей ну то есть разделяет колено израиля на две части на 6 с 12 лет на 6 и 6 и ставит половину на гору грязи им половину как он не ставит что будет делать его шоу это указать они не вошли в землю зале гора грязи мы гора и баль имею как вы знаете где находится совершенно верно не около шхема а шхем лежит в долине между этими двумя городами сдал он мурой и так далее куда пришел там находится 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 вот эти вот две горы и в принципе тот кто был кроме шхема мы мы ездили мы видели то что видно две гор ну что это все наше это наш там по и по поселение называю харбраха на горе грязи живут самаритяне они как бы считать себя народом израиля но неважно они живут на именно на харбраха не поклоняются там их жертвы никуда можно проехать израильские номера они как бы отдельно свое вот и как бы на эти две горы с половиной колен сюда полный колен сюда и как это описано в нашей главе сейчас вам зачитаю эти должны стать чтобы благословить народ на горе гризи вот и заповеди машин народу тот говорят эти должны стать чтобы благословлять народ на горе гризи когда период я рден шимон ливи и уда и сахар юссе в обе не ми в принципе все эти вот колена становятся на горе грязи они будут ли а эти должны стать для проклады проклинание на горе и варcer эти колена станут чтобы проклинать ру венга да шерз вулл嗯 дан и нафтали все хорошо и замечательно. После этого переходит к левитам, к колено левит, то есть включающие в себя левитов и коинов, и там тоже им задача, сказано, и возгласят левиты, и скажут всем израильтянам громким голосом. И после этого у нас начинается проклятот, и начинается целый список проклятых, и там идет проклятот тот, кто сделает изваяние слитого кумира, мерзость перед Господом, изделие мастера, и так далее, и сказал народ Амин. Снова проклятот, 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 называется и народ говорит Амин, 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 то есть проклятие и Амин. Все это описание красивое и замечательное, но оно очень проблематичное. Что проблематичное в этом писании, можете еще раз его прочитать, кто хочет для себя прочитать, на следующем, в 31-м, мы будем все книжки раздавать, то есть у всех будет своя Тора, могут читать. Нет, комментарии я могу, буду это, а вы записывайте там. Вот вам будут комментарии. Так вот, в чем проблема? Есть три основных проблемы с этим описанием. Первое. То есть вот эта вот перечень проклят, 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 это как бы вроде вот это и есть это клала, то есть это проклятие, правильно? О котором говорили. Тогда, а что такое благословение? Где благословение? Там нет слова благословения. Там проклят, 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 и все, и закончилось. Благословения нет. Первая проблема, то есть, да, почему благословение нигде не упомянуто, если мы говорим, что вот эти проклятые, есть проклятие. Вторая проблема. Какая-то взаимосвязь в отношениях между остальными коленами и коленом Леви. Изначально мы видим, что вроде бы колено должны подняться, то есть на горы, шесть сюда, шесть сюда, и говорят, эти будут говорить благословения, это будут говорить проклятие. То есть, да, что там делать левиты, вообще непонятно, что они там будут вообще делать. То есть они как-то должны возгласить, то есть они должны возгласить голосом, то есть они левиты. И вдруг что происходит? Левиты возглашают проклят, такое-то, такое-то, а народ что делает? Говорит амин. Тогда становится непонятным, а что они там стоят, зачем они так разделились, как они благословляют, проклинают. Вся их задача, амэн, а Гавто говорит, проклят, левиты. То есть вроде сначала сказали, что будут благословлять и проклинать на двух, сам народ, а когда мы видим, что происходит, левиты делают, а народ только отвечает, амэн. Тоже проблема. И вообще непонятно. Сначала левиты вроде бы становятся между сколенами, которые благословляют. После этого же мы увидим, что левиты говорят ору. Тоже непонятно. Кстати, перед тем же мы вообще будем разбираться с этими проблемами, которые мы сподняли. Давайте прочитаем, как это произошло вживую. Где это описание, как произошла эта церемония? В книге Юшо, естественно, когда они перешли Ярды. В книге Юшо в восьмой главе это описание. И там мы читаем следующее, как это было. Сейчас я открою это. Вот. А весь на Израиле, старейший на его и надсмотрщики и судьи стали с той и другой стороны ковчега. Давайте сначала. Когда устроил Юшо жертвенник Господу Богу Израиля на горе Эйваль. То есть, да. Жертвенник на горе Эйваль. Как запрету Муше раб Господен, сына Израиля, согласно написанному в книге Тории, Муше, жертвенник из камней цельных, на который не поднимется железо, принесли на нем все зрения и так далее. И написал он там на камнями Мишне Тура, закон о Муше, который написал перед сынами Израиля. Это тоже часть нашей недельной главы, кстати. То есть, изначально там тоже идет описание, но я просто в это не заходил. То есть, сделать это, камни, жертвенник. И весь Израиль, и старейшины, и воины, и надсмотрщики, и судьи стали с той и другой стороны ковчега против священников-левитов, носящих ковчег заведой Господней, и пришелеца коренной зрителей, половина их против горы Гризим, а другая их против горы Эйваль. То есть, они вообще, получается, все внизу встали. И напротив гора. Как повелел Муше раб Господень? Прежде всего, благословлять народ. А затем прочитал он все слова Тора, благословение и проклятие, все написано в книге Торе. И не было ни слова, из-за того, что заповел Мушей, чего бы ни прочитал Ершо перед всем обществом Израиля, перед женами и детьми, и пришельцами, находящими в Среднике. Как вам описание соответствует тому? То есть, описание еще все услугило. Но мы пока его оставим в стороне. Попробуем разобраться с теми вопросами, которые мужа подняли. С вопросами, так называемые, как мы видим в нашей неделе, в голове. Я даже верну сначала, чтобы она стояла перед глазами. Прошу прощения. Короче, что мы видим? То есть, у нас есть проблема. Вроде должны разделиться народ, встать на гору и так далее. Потом левиты куда-то бегают туда-не сюда. То есть, да, то не с народом, то не с народом, то не благословляют, то не благословляют. Давайте разберемся. Есть несколько комментариев, объяснений, которые говорят, что там произошло, как это действие. Скажем так, комментариев такие, как Раш-Раш, Раш-Бам и так далее, строят свою версию на том, что написано у наших мудрецов, у хазан. А точнее, Мишне. Мишна в трактате Сота рассказывает нам, как это было. Она пишет так. Шесть колен поднялись на главу горы Гризим. Да, поднялись на гору. Шесть колен. И шесть колен поднялись на гору Эйбар. Койны и левиты и ковчег Завета стоят внизу посредине. Две горы, Шхемская долина, то есть сегодня там она стоит. Когани стоят вокруг ковчега Завета, а левиты кругом вокруг Койна. А весь народ Израиля отсюда и отсюда. Теперь, это как будто вот так вот получается, что-то в этом роде. И, как сказано в Иколе Израиля, как весь Израиль и старейшина его, и то, что сейчас в книге Ошум прочитали, то все старейшины и судьи и так далее стоят отсюда, отсюда, от ковчега. То есть от ковчега в разные стороны, но они стоят на горе Эйбар, на горе Гризим. То есть получается такая вот система. И там, и там, а эти внизу вокруг, по разные стороны ковчега. И эти поворачивают голову в сторону горы Гризим и начинают благословение. Барухаиш Ашеруя Асеп Песелем Масаха. Благословен человек, который не сделал идол и так далее. А эти поворачивают Амэн. Поворачивают в сторону горы Гризим и начинают говорить проклятие. Проклят человек, который сделает, кстати, я могу здесь прочитать вам этот проклят. Проклят тот, кто сделает извояние из литого кумира мерзости перед Господом. И эти и эти говорят Амэн, пока не благословляют все благословения и проклятия. Шикарно. По этому объяснению получается, действительно, Арур проклят-проклят, это действительно проклятие. И получается, было абсолютно параллельно этим списке проклят, было также благословение. Причем с теми же словами. Только вместо проклят было благословение. Естественно, с теми словами, только с небольшим, тот человек, который не строит других богов, он благословение. Тот, кто поклоняет, он проклят и так далее. Проблема в том, то есть, как бы, вся церемония делалась действительно коленом левием. Сами колена, которые стояли, ничего не делали. И они просто отвечали Амэн на благословение и на проклятие. Так это и происходило. Теперь, по поводу самих левитов, то есть, тамишна. По поводу самих левитов, как они работали, что они делали, потому что у нас у левитов есть проблема. У нас левиты то между людьми, то внизу. То есть, как это понять? Это Талмудов. Гумарак говорит о Талмудове. Талмудов говорит, Таня, Раби или Эзербен Яхов сказал, нельзя сказать, что левиты внизу, когда сказано, что они вверху. И нельзя сказать, что они вверху, когда сказано, что они внизу. То есть, где они, знаете, левиты? Как это понимать? Отвечает Талмуд. Первое мнение. Старейшины коинов и левитов внизу, а все остальные коины и левиты вверху. Первое мнение. Второе мнение. То есть, тот, кто может служить в храме внизу, то есть, имеется в виду коины в возрастной группе, которые подходят, плюс у которых нет увечья и так далее. Все остальные коины, которые левиты, которые не доросли еще до служения или уже переросли, уже постарели, или у них есть увечья, они вверху с народом. И третье мнение, это мнение Рабиуда Анаси. Раби говорит, элю, элю, лима, тайм, ум, дим. То есть, эти, эти стоят внизу. И поворачивали голову, то есть, голову Гри-Гризим и Гри-Ибан. То есть, да, то есть, здесь, когда Гри-Зим, говорили, благословение, когда Гри-Зим, то есть, это уже как на смешнее похоже. То есть, у нас, получается, есть три мнения. Мнение, то есть, первое мнение, и Раби и Шаяу, второе это мнение, которое говорят, что левитерса поделились на две группы. То есть, они были, которые внизу, были вверху. Разница между ними лишь в том, что, как бы, кто именно внизу, кто именно вверху. То есть, в этом спорте. Параби, да, Анаси, получается, что все колена вообще стояли внизу. Никто наверху не стоял. Кстати, что очень красиво подходит тому, что сказано у Иошуа, что все стояли внизу. То есть, так можно понять. Хотя тоже непонятно, он говорит, там поднимались вверх, поднимались, спускались, непонятно. Все красиво в наших мудрецах, так Раши приводит, так Рашбам приводит, так далее, полагается, наших мудрецов. Потому что так написано в Мишне, в Маре. В чем проблема? Совершенно не соответствует тому, что написано, то, что называется Пшата Псухи. Очень тяжело наложить эту схему, которая описана у мудрецов, на простое понимание текста в самих стихах Торы. Да и Иошуа тоже это плохо кладется. Ну, не кладется оно. По некоторым причинам. То есть, есть несколько причин. Почему? Если мы говорим, что действительно было проклятие, это тот список проклят, 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 который написано в самом начале. Непонятно, почему-то уже и благословен, и благословен не упоминается. Нет просто. Первое. Более того, это странно на фоне того, что сказано в Элуйям доля бракха. Первое, что скажут. И эти должны стать для благословлять народ. Должны стать благословлять. А где оно? Если ты говоришь, что список проклятия, это проклят, проклят, проклят. То где благословение, о котором ты говорила, у хазаль, списка этого нет. У нас проклят, 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 проклят. Переходим дальше. Читаем. И будет, если ты будешь слушать голову Господа, и будешь так далее, и все. И нету благословен, благословен, благословен. Там начинается вообще, то есть следующее, что происходит, это называется Парашата Тухиха. То есть Парашата Тухиха, когда Всевышний говорит, будете меня слушать, будет вот так. Не будете меня слушать, будет вам вот так. То есть закончилась церемония. Это первая проблема. По подходу Хазали все-таки непонятно. То есть деление вот это вот колен и их задача. В принципе, не только говорят о мен. И все. Зачем вообще делить было, ставить куда-то это? Также есть проблема, что колено левит. То есть, да, но с одной стороны, если мы берем, скажем так, подход, что действительно поделили колено левит на две части. Часть здесь, часть здесь. Почему у нас это ничего не описано в недельной главе? Короче, давайте искать другое объяснение. Будет проблема здесь. И объяснение второго мы находим, где? У Бенезра. У нас есть и Бенезра, которого приводит очень интересное объяснение, которое намного, намного ближе написанному в наших стихах. Что он объясняет? Он говорит так. Благословения – это благословенты в городе и благословенты это. И это действительно так начинается глава Тохиха, там, где вот говорит Всевышний. И будет, если ты будешь служить Господу Бога твоего, чтобы соблюдать, исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе ныне, то поставит тебя Господь Бог твой выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения эти сбудутся для тебя. И если будешь служить, и первое же идет – благословен ты в городе, благословен ты в поле, благословен ты в черепах твоего и так далее, и так далее. Это идет хорошо. Потом, если не будешь за Бога, то будешь, тебя настигнет то-то, и то-то, и то-то, и то-то. То есть он говорит, что вот это и есть то благословение и проклятие. И это доказывает книгу Йошуа. Помните, мы читали книгу Йошуа? Что в книге Йошуа мы читаем? В книге Йошуа мы читали, что они сделали? Кто читал книги Йошуа благословения и проклятия? Тут на иврите лучше это звучит. Кто читал? Йошуа бену, а не левит. Йошуа бену нужно понять, почему читать. Почему читает Йошуа бену? Он представитель народа. Он глава народа. Причем не от начальствия к колену левитов и коинов, как муж Иарон. Так вот, на чем строят свое мнение? Получается, по мнению бен-эзры, благословение и проклятие, это не вот эти вот ару, 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 то есть проклят, проклят, проклят. Это описание вот этих, что если будешь соблюдать заповеди Всевышнего, то на тебя придут эти благословения, описанные благословения, какие придут. И проклятие, это то, что сказано, что если ты не будешь соблюдать заповеди Бога, то на тебя придут вот эти проклятия, там огромный список проклятий. Причем от самого легкого до самого последнего, когда ты будешь вернется в изгнание, будешь растоптанный, тебя даже будут продавать, никто не будет покупать, насколько ты бесполезная и бесценная вещь, которой цены даже нет. Вообще цены никакой нет у тебя. Самый низ. Это он строит на чем? Он строен о том, когда впервые вообще Мушарабейн упомянул это дело. Звословение проклятия. Смотрите, это в 11 главе нашей книги «Двори». Или если по главам, это в главе Ре-Э уже, по-моему. Нет, это конец Экева еще. Нет, это Ре-Э уже. Это уже Ре-Э, по идее. Да, это начало Ре-Э. Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие, благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которую заповеду вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога. Вот точно так начинается глава Туха у нас в главе Туха. «И совратитесь в пути, который заповеду вам сегодня, чтобы следовать божествам иным, которые вы не знаете. И будет, когда приведет тебя Господь Бог в ту землю, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ее, то дашь благословение на горе Гризима, проклятие на горе Ибан». Это глава Ре-Э. А какое проклятие благословения? Мы до этого прочитали. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога. А проклятие, если не будете слушать заповеди Бога. На этом и Бенезра строит свой комментарий, потому что, если я вам сейчас еще раз прочитаю нашу главу, смотрите, «И будет, если ты будешь слушать голоса Господа Бога у нас, твоего, чтобы соблюдать, исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то поставите Господь Бог выше всех народов земли, и приведу тебя все благословения, эти сбудутся для тебя, все будешь слушать голос Господа, и благословение ты в горе, благословение ты в поле и так далее, и так далее». Один в один. Почти с тем, что в один в твоей главе. И об этом Мушер Абейну говорит, когда придете, будете говорить на горе Гризим и на горе Эйвад. То есть на этом он строится. И таким образом, что происходит, у нас снова есть объяснение еще, какое-то еще доказательство выявлено. Шесть колен стоят на горе Гризим, правильно? Благословение. И шесть колен стоят на горе Эйвад. Проклятие. Шесть раз в главе Тухиха, то есть там, где повторяется слово Баруф, благословение, и шесть раз потом в главе Туха, когда проклятие, появляется слово Ару. Там тоже есть Ару, только уже другой. Шесть раз здесь шесть раз. Это стоит напротив шести колен и шести колен. Очень интересно, правда? Теперь сам Ибн Эзра строит свои слова на книге Йошуа. Где сказано То есть Йошуа Бенун читал благословение и проклятие на этой церемонии, а не левиты. Йошуа Бенун читал, а не левиты. Кстати, Ибн Эзра тоже непросто. Все красиво мы разложили, но с ним тоже непросто. Во-первых, почему Тора вдруг начинает, смотрите, если я вернусь снова к началу нашей главы, не в начало, а вернусь к началу вот этой заповеди, то идет, и эти должны стоять, благословлять народ, и говоря, Гризимба, и эти должны стоять, и так далее. И вдруг прерывается повествование на Ару, 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 и только потом появляется весь этот рассказ, то есть если ты будешь ввести заповедню Господа, то будешь благословением, и так далее, и так далее. Если не будешь ввести заповедню Господа, то будешь проклят, и так далее, и так далее, и так далее. Почему эти Аруры влезают посредине? То есть это тоже система очень странная, от точки зрения строения, и проблематичная. Как это понять? Что это вообще за Аруры, проклят, 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 которые здесь торчат посредине? И, может быть, можно, по мнению Бен-Эзре, сказать очень интересную вещь, что вот эта церемония, которая была на горе Гризим, на горе Иваль, у нее было две части. Не одна, а две. Первая часть левиты стояли и сказали, вот этот вот список проклятых. Это первая часть церемонии. Они сказали только этого. Кстати, в книге Юшоа тоже, мы снова откроем, могу прочитать. В первой части там тоже левиты, помните, то есть ковчега, стоя вокруг ковчега, то есть идет описание. А потом идет описание, как Юшоа Бенун читает про областование проклятия. То есть есть два этапа. То есть на втором этапе начинается, говорится про областование проклятия, те, которые описаны в 28 главе книги Дворим, то есть, да, в принципе, так называемый парашадку хиха. И кто их говорит? Колено. Их действительно говорят. Колено. Ну, то есть должны говорить. Что это произошло вживую? То есть вместо колен, когда это произошло, когда действительно церемония была произошла, говорил Юшопин. Окей. Таким образом, что эти две части обозначают? И тут мы приходим, то, что называется, к жемчужине, которую стоит понять глубоко. Это два пути служения Всевышнего. Первый путь, начнем с первого, который второй. Второй, то есть вместо того, что написано, вторая часть церемонии. Когда народ стоит и говорит, то есть когда Юшоп говорил тебе возложение проклятия, что он показывает? Это показывает, что исполнение заповедей приводит к благословениям и, естественно, успеху во всех начинаниях, которые человек делает. С другой стороны, оставить заповеди приводит к проклятиям и всей той гадости, которая может прийти от этих проклятий. Таким образом, выражается явная связь между слушать голоса Всевышнего и, скажем так, поведением народа Израиля и влиянием на то, как он будет жить. То есть есть полная зависимость от того, что мы будем делать как народ, что будет с нами происходить. Проблема в том, что если бы был только этот путь служения Всевышнего, только один такой путь служения Всевышнего, получается, что все дано на выбор человека. Человек может решить, он будет служить Богу или не будет служить Богу, рискуя попасть под проклятие и решая, что он пренебрегает благословением. Если он выбирает, что не идет, то есть да, он берет на себя опасность и так далее. И все. Это его выбор, так или иначе. Теперь. По-настоящему этого нет в реальности. Есть, конечно, выбор у человека, но в реальности по-настоящему нет. Потому что есть обязанность исполнять заповеди человеку, все народы еврейские обязаны исполнять заповеди, быть частью заповеди и служить Всевышнему. Не только из-за того, что этот путь приводит благословение и благо. То есть только не только из-за этого. Мы должны, то есть в принципе, у нас есть базисная обязанность служить Всевышнего, потому что он нас вывел из Египта, потому что он заключил с нами союз и так далее, без всякой связи с того, что нам с этого выгодят. Что мне за это будет? Даже если нам ничего не будет за это. То есть в принципе, если бы даже не было этого, то есть никаких благословений, никаких благ, никаких печенек, то и в этом случае тоже мы должны служить. И на это народ Израиля подписался, сказав Амэн. Сказав Наса и Ванишма. И вот именно это олицетворяет первая часть, ару, где остается только проклятие, когда человек не исполняет и нет никакого благословения, то есть нет печенек. То есть когда левиты провозглашают, что печенек не будет, но вы должны все равно служить, не будете служить, на голову вам пойдет вот эта вот вся гадость. И народ отвечает Амэн, мы это принимаем. То есть мы принимаем служение Всевышнему даже без печенек. Это два подхода. Интересно, что вот этот вот двойной подход раскрывается в известном ответе, который дается сыну спрашивающих про служение, который мы читаем в Агаде. Правда в Агаде немножко изменяется формулировка, но там есть технике причины, потому что как Агада хотел. Если я вам сейчас скрою назад главу Вайдхана, мы уже прошли, в главе Вайдхана, смотрите, когда спросит тебя сын твой в будущем, говорят, что это за откровения, уставы, законы, которые запровел вам Господь Бог ваш. Знакомая фраза из пасхальной Агады. Какой ответ следует, что отвечает этому сыну? То скажи на сыну твоему, рабами были мы поро в Египте, ввел нас из Египта рукой крепкую, и явил Господь знамение чреза великий, гибель в Египте над поро и над всем домом перед глазами вашими. А нас ввел он оттуда, чтобы вывести нас, чтобы дать нам землю, о которой клялся он отцам нашим. Запретил нам Господь исполнять все уставы его, чтобы бояться Господа Бога нашего, дабы хорошо было в нам во все дни, чтобы оставить нас жить, как ныне. И праведность защищется нам, если будем верно исполнять все эти запрети Господа Бога ваших, как он заповедует. Смотрите, тут есть две части. Первая часть. Мы обязаны, почему нам эти уставы и законы. Понимаете, слово вопрос, что это за законы и уставы, это не вопрос информативный. То есть, какие у нас законы и уставы. Кстати, Агада приводит именно вопрос как информативный. То есть, какие у нас есть законы, есть четыре вида сынов, как каждому сыновей это преподнести эти законы. В Торе это не информативный вопрос. Это вопрос по существу. Не что за законы, объясни мне законы. Зачем эти законы? То есть, почему мы должны их исполнять? И Мушер Абейну, когда говорит, как ты будешь отвечать будущему своему сыну, дает два вида. Первый он объясняет, потому что нас Всевышний вывел из Египта. То есть, мы ему обязаны только за это. Все. А второе, что у нас будут печеньки, чтобы везти нас в землю, которая к нам сам нашим, и заповедал нам исполнять все уставы, чтобы бояться Господа от Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни. То есть, есть одно, есть другое. Есть то, что ему мы обязаны, есть печеньки. И это два этих основа. Кстати, обратите внимание, это связано также, то, что мы видим в делении, кто говорит. Кто говорит проклятие? Проклят, проклят, проклят постоянно. То есть, ту часть, в которой нет благословения. То есть, там, где служба, только потому что нужно служить. Даже без всяких благословений. Левиты. Кто такие левиты? Совершенно верно. Служители, они представляют кого? Ковчег стоит, правильно? Бога. То есть, со стороны Бога это идет так. То есть, это действительно идет со стороны Бога. Мы должны принять эту службу, даже если нам ничего из этого не выгодно. Когда же мы переходим к части, что есть вторая еще часть служения? Это то, что нам Всевышний предлагает, как говорится. Вот перед вами я выкладываю, что вам будет, если вы будете вести себя. И будете себя не вести по-другому. То есть, вот ваш выбор. И как бы Всевышний предлагает. И выберите жизнь. Выберите идти за моими пуставами. Кто это говорит? Народ. Ну, то есть, Йошуа представитель народа, ну и, как бы, в принципе, народ. То есть, когда дерят ногой. Что это показывает? Это принятие наше. То есть, да, часть народа. То есть, да, то есть, мы исполняем. И потому что мы понимаем, что в этой всей системе есть часть нашего выбора. А часть, которая не наш выбор. Таким образом, все становится на свои места. Вся система распределяется. Все хорошо. Действительно, есть все это церемония. Причем, эта церемония занимает две части. Первая часть – принятие служения Всевышнему. То, что ты должен ему служить, потому что он тебя вывел из земли Египетской. И это представители, как бы, Бога говорят. Левиты, Коин и так далее. Ковчег, Завет. Есть вторая часть. Вторая часть – это то, что называется, если будешь идти путями, будет у тебя и развитие с точки зрения природного или наоборот. Кстати, обратите внимание, очень интересно, что и внутри проклятий, когда идут тох и ха, то есть, да, вот эта вот часть, где если ты не будешь исполнять заповеди Бога, там тоже есть слово «ару», 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 «проклят», 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 «проклят». Шесть раз. И оно там описано, проклят что? Там уже не тот проклят, который здесь, а там проклят связан с так и иначе, с всякими печеньками, которые у тебя просто будут лишаться. Потому что шесть колен. Шесть колен против Благословения, шесть колен против проклятий. Всего-то двенадцать колен. То есть, как бы, это выбор равный. То есть, может сюда выбор, может сюда. Всевышний говорит выбери жизнь. Человек может выборить плохое, может выбор хорошее, может идти запастить запад. Всевышний предлагает выбрать жизнь. Давайте еще немножко поговорим. То есть, после того, как мы разобираемся, все по-моему… То есть, в принципе, мы закрыли эту тему. То есть, да, у нас все там есть красиво. теперь в конце только упомянем очень интересную вещь что общего между вот этими скажем так 12 будь проклят то есть проклят тот проклят который в двадцать седьмой голове который в принципе чего мы начали давайте прочитаю чтобы хотя бы услышали то есть проклят не дай бог о вас проклят нет прошу прощения это не первое проклят тот кто сделает из вояне или литва кумира мерзость перед господом изделия рук мастера и поставит его в тайном месте и возгласит весь народ скажет амин проклят злословящий отца своего и мать свою скажет весь мир проклят передвигающий межу ближнего своего lö�ас . амин в межу границы до проклят сбивающий слепого погрузить и искажет народ амин проклят кто превратно судит пришельца сироту и ударами но только ляжет женой отца своего ибо он открыл край одежды отца своего из какstanden про TB а между ляжут каким-либо скотом и скажете 나� coule то ляжет с сестрой свою, с дочерью, отца своего или с дочерью матери своей, скажет весь народ Амин. Проклят, ляжет с тещью своей, скажет весь народ Амин. Проклят, убивающий тайна ближнего своего, скажет весь народ Амин. Проклят, берущий подкуп, чтобы погубить жизнь кроме невинной, скажет весь народ Амин. Проклят, кто не существует слов закона с его исполнением их, скажет весь народ Амин. Что общего между всеми тремя вещами? Чем они связаны? В принципе, тут тоже мы обратимся к Бенезерам. Бенезер говорит, что все эти вещи связаны с преступлениями, которые человек делает, скажем так, втихаря, чтобы никто не видел. Эти вещи, которые делаются так, чтобы никто их не видел. Про два из них прямым текстом это сказано. Про человека, который бьет своего ближнего, то есть Бесеттер, когда он не видит, и человек, который, то есть она сказана, видела в тайне дома. Кстати, Макея, очень многие, кстати, люди делают, очень часто это делают и нарушают этот запрет. Особенно в сетях. Запрет, то есть Бесеттер, то есть Тайна бьет своего ближнего, который пишет всевозможные посты о человеке и так далее, а тот его не видит. Да, да, да. Можно забанить человека, описывать о нем, он всегда ничего не знает. Это Макеуха, Веробеса, проплеска одного такого человека. В любом случае, все эти вещи связаны, они все связаны с, что это все в тайне. Робинезер описывает так, давайте, начинается с основного, что он между ним и Богом. Я даже просто перевожу, он тоже пишет Кенеза. И после этого, то, что между ним и его предков. То есть там иерархия идет. Потому что кто знает, кто его проклинает. Он там сидит дома в папу с мамой по трехэтажным матам, кто, чтобы это знать. Потом нарушает границу ближнего своего. Это тоже делают тайны. Никто не делает на глазах у ближнего. Потом он подводит под ошибку, ставит слепому. Потому что тот не увидит то, что происходит. Потом он склоняет суд так, чтобы проиграли гера, пришелец и сирота. Потому что нет им помощника, ибо никто им не поможет, никто не будет за них бегать и воевать. Таким образом, тоже считается Бессетта, то есть как бы втихаря. А и упоминает также вместе с ними вдову. Потому что если он склонит суд кого-то другого, не пришельца, не вдовы, не сироты, то в принципе они начнут обжаловать его решение. И это все узнают, что это было сделано. А у пришельца, и у сироты, и у вдовы нет у них сил. Они не смогут это сделать. Человек, который возлегает с женой своего отца, или с сестрой, или с тещей. Почему? Потому что их обычно никто не подозревает, что человек это сделает. Потому что нет запрета уединяться с ним. Потому что никого в голову не придет, что человек может так нормально сделать. Потому что жена отца своего, может быть, не мать. Особенно в древности, когда можно было несколько жен. То есть есть жена отца, но не мать. Теперь сестра тоже, кому в голову придет, что человек это сделает. Или с тещей. С тещей вообще непонятно. Там же теща по определению, называется, должна быть война. По этой причине, те вещи, которые, то есть объясняет и Бенезе. То есть он не пишет про войну с тещей. Это я добавил. Что это должно быть, то есть это тоже вещь, которая бессеттер. Потому что такие вещи непостижимы людям. И также все остальные преступления. То есть он пишет, что есть вот эти проклятия, именно вот эти вещи, которые между человеком и Богом. То есть говорится о том, что Бог и на эту руку. Ты должен служить Всевышнему и даже в тех вещах, которые никто никогда не увидит. Никто никогда не узнает. Кстати, и это задача левитов, сказать, что это проклятие. Кстати, когда еще есть вещь, которая делается в неизвестности, и человек из колена леви занимается церемонией, скажем так, проверки этого дела? Нет. Сота. Женщина, которая муж подозревает, что она ему изменила. То есть речь идет о чем-то в законе сота. Когда человек говорит жене, что он видит, то есть он говорит, ты вот с этим товарищем при свидетелях, он говорит, не уединяйся. Он подозревает, что она с ним изменяет. А потом его жена уединилась с этим человеком, который он запретил. То есть в то время, которое они могли сделать, скажем так, то, что нельзя делать. Но у него нет доказательств, что она это сделала, то есть они предупредили, чтобы ее казнить за измену. Но она подозревает. Она ему говорит, мамой клянусь, ничего не делала. Он ее подозревает. Что он должен делать? Есть такое парашат сута. Он должен привезти ее в храм, в мешкан и так далее. И там коин. Коин он из колена левитов. И что он там делает? Он ее подводит под Илла-Ва-Швуа. Илла-Ва-Швуа – это под проклятие и клятву. То есть он ей говорит, что ты, он говорит, дорогая, то есть это дочь. Но если ты собрала, то есть там он делает вода, то есть там он пишет имя Бога, стирает его и так далее, берет земля-бешкана. И он говорит, то есть это бити, то есть он говорит, бити – это в гморе, а это в Тореве говорит так, бити – это хашэмэн тиркэх, но фэлитвэйт битнех цава. То есть если ты собрала, то есть когда до тебя вода дойдет, то есть у тебя твоя упадет нога, то есть у тебя скруть, и, короче, ты помрешь. Ви бау гамай мер рим гаэлю ба маах, вот в этом линполь ерек, ва мра и ша, амэнь, амэнь. То есть он объявляет ей проклятие, которое к ней придет, что он отвечает – амэнь. А это похоже на ту же церемонию, которая на горе Гризим, на горе Ивань. С вещью, которая была сделана как бессеттер, то есть которая делается, потому что нет доказательств, что она ему реально изменила. Он запретил уединяться, она уединялась, он знает, что она уединялась, но он не знает, что она именно изменила в этом уединении. Вот. И это так проверяется, в принципе. Это называется «заревновал». Потому что там же сказано, как… То есть да, и скрылась от глаз мужа ее, винистера, скрылась от слова слова бессеттер, и она осквернилась, и свидетеля нет у нее, что она бы не была поймана. То есть да. И здесь точно так же в нашей голове. Все эти проклятия, проклят, проклят, проклят – это на вещи, которые были сделаны так, что никто не видит, никто не знал, никто не может доказать. И что это говорит? Это говорит, что принятие Царства Всевышнего – это в любое положение, без каких условий, всегда. И то, что скрыто даже от глаз человека, никогда не скрыто от Всевышнего. В этом весь. То, я думаю, что на этом мы можем закончить. Можно сказать, что мы увидели. Два процесса, два части церемонии, два служения Всевышнего, принятие Всевышнего Всевышнего без всяких… То есть только то, что у нас было без земли египетской, даже без того, что от этого что-то будет хорошее. Вторая часть нашего выбора – да, будет хорошее, мы можем проклят и заработать. И то, что мы должны принимать Всевышнего и так далее, понимать, что даже когда нас не видит никто, Бог все видит и все знает. И никуда от него не скрыться. На этом мы сегодня заканчиваем. Я здесь заканчиваю запись. У нас есть запись и всего хорошего.